Как принять правильное решение? Мой вопрос к вам такой. Когда бы мы не принимали решение, всегда бывают правильные или ошибочные решения. Верно ли было принято решение или ошибочным, становится понятным только когда оно уже осуществлено. Как мне понять, принимаю ли я правильное решение или ошибочное? В тот момент, когда я его принимаю. Это у тебя там шпаргалка? Когда у меня возник вопрос, я решил записать его. Хорошо. Нет, экзамены меня никогда не беспокоили. Но когда я был в колледже, многие писали шпаргалки, прятали их в рукавах, тут, там, повсюду, всякие разные листочки. Но они всегда записывали ответы. Вы записываете вопросы, потому что... Я не говорю конкретно о тебе. Сейчас это повсюду. Потому что... Вы создаете такой уровень конфликта внутри себя, по малейшему поводу, что все время думаете, что постоянно можете что-то сделать не так. Радостно делаете что-то не так. Ничего страшного. Никто на самом деле не знает, поступают ли они правильно или неправильно. Знают ли они это на сто процентов? Нет. Так что не думайте слишком много, правильно ли это или неправильно, когда вы делаете что-то. Дело лишь в том, пронесет ли это благополучие вам и всем вокруг вас. Вот и все, о чем вы должны думать. Люди, которые думают, что всегда правы, это ужасные люди. Так рождаются тираны. Я всегда прав. Я всегда принимал правильные решения в своей жизни. Это мнение тирана. Это не человеческое существо. Тот, кто всегда все делает правильно, становится очень уродливым человеком. Вам не нужно делать все правильно. Просто будьте немного более человечны. Просто убедитесь, когда делаете что-то, что это хорошо для вас и для всех вокруг вас. Вот и все. Правильно ли это, неправильно? Кому решать, если это приносит благополучие каждому? Это правильно? Не так ли? Никто не может решить, что правильно и что неправильно. Потому что на эту тему велись дискуссии на протяжении тысяч лет. И никто так и не пришел к выводу о том, что такое правильно и неправильно. И люди, которые думают, что они делают правильные вещи, всегда делают самые ужасные вещи по отношению друг к другу. Так что вместо того, чтобы думать о том, что правильно и что неправильно, что является производным от морали, в которую вы верите, почему бы вам не пробудить в себе человечность? Почему бы вам не стать воплощением человечности? Человечность означает... Мы уже говорили об этом. Животная природа означает установление ограничений, а человеческая природа означает расширение или включение всех внутрь своих ограничений. Потому что таково естественное природное стремление. Где бы вы ни находились, вы хотите стать чем-то большим. Что это? Это происходит потому, что ваш ум дошел до точки, когда ему больше не нравится ограничение. Он хочет расшириться. Это человеческая природа. Человеческая природа естественным образом является принимающей, а животная природа исключающей. Она стремится устанавливать границы. Так что вместо того, чтобы находиться в границах правильного и неправильного, даже если кто-то неправ, давайте примем их в свой мир и сделаем лучшее, что можем. Потому что как только вы начинаете думать, «Я делаю все правильно», «Все вокруг кажется вам неправильным». Пожалуйста, посмотрите на это со всей искренностью. Большинство людей в таком состоянии. Все остальные, за исключением них, в чем-то неправы. Если все неправы и правы только вы, это признак безумия. Это вовсе не признак правоты. Так что не тратьте свое время на правильные решения, неправильные решения. Когда вы достаточно уравновешены, находитесь в ясном уме и счастливом состоянии, примите решение, отдайте свою жизнь этому, и случится что-то прекрасное. Возможно, вы сделаете что-то неправильное, но вы можете сделать что-то великое, что-то прекрасное. Этого достаточно. Как далеко я зайду, что случится. Это зависит от разных аспектов, от вашего интеллекта, ваших способностей и времени, в котором мы существуем. Не нужно недооценивать время, в котором мы существуем. В разные периоды в истории всплывают разные вещи. Мы можем быть синхронны с этим. То, какие мы, может быть оценено по достоинству сегодня. Или, может быть, оценено завтра. Или, возможно, оценено после того, как нас не станет. Но, что бы мы ни делали в своей жизни, мы делали с полной вовлеченностью. Потому что жизнь состоит в этой вовлеченности. Жизнь заключается не в правоте. Ваша вовлеченность должна быть безграничной. Что бы вы ни делали, смотрите на то, чтобы это включало благополучие каждого. Если вы процесс принятия, и вы вовлечены, это отлично. Правы вы или неправы? Вплоть до последнего дня вашей жизни вы не сможете на самом деле понять, что правильно и что неправильно. Потому что всегда найдутся люди, которые скажут, что это неправильно. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok